здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои любимые подписчики вчера я прочла комментарии и под прошлым видео и увидела такой комментарий написала подписчица samsung а один по моему там изменено было сегодня это самое название ну вот такой вот такой у меня подписчик и этот человек у меня спрашивает мы хотим в этом году поехать в кемер отдыхать и какой вы посоветуете нам отель так как вы там отдыхали с чего же мне начать первый раз я полетела в кемер это был по моему 2015 год по моему так так как это было впервые и я была совершенно незнакома с турцией а летела я со своей приятельницей с и выбирала нам отель ее дочь и я просила так чтобы это было поближе к центру чтобы это была первая линия и чтобы был хороший отель конечно отель был хороший это было пятерочка вам резидент он назывался но он был и дорогой был очень дорогой но так как я сама в этом ничего ничем ни в чем не разбиралась я прислушалась к тому что мне предлагали и тот момент я отдала все деньги которые у меня были отель стоил на одного человека тысяча долларов отель мне понравился все было замечательно все было хорошо первая линия на берегу был спуск к морю так вот потому что там камушки кемер это камни это не песок как в оланье и сходить ну более-менее но выходить из моря сложновато и вот там есть на берегу такие специальные пандусы с ручками вырос раз прошли а потом спрыгнули и уже вы в море это замечательно отель мне тоже очень понравился и питание хорошее и комнаты эти номерах прекрасные все было замечательно я была как попала в сказку я ничего другого не видела и когда я обычно я раньше ездила только в крым то когда я уже попала в этот отель вместе с бассейном там с обслуживанием с разнообразным питанием с огромным количеством фруктов очень близко в центре выходишь и уже прогулочная улица я была но я просто я даже не знаю не у меня не было слов от от восторга но на следующий год я уже немножко стала разбираться и стала искать отель сама на следующий год я поехала со своей заловкой и я уже стала искать отель еще ближе к центру но тоже на первой линии и это был отель golden lotus он был чуть-чуть ближе в общем рядом стоял с вам резидент нет я вру он не ближе был он следующий был дальше дальше немножко от центра отель мне тоже очень понравился интересное его вот оформление там номера и посредине как-то крыши нет это все там столики стояли проходишь через это через этот ресторан и уже тоже через красивую зеленую зону спускаешься к морю тоже с шезлонги и тоже есть спуск к морю вот этот вот пандус все замечательно но golden lotus и есть подводные камни это номера в которых нету балкона и в первый же день нас поселили в такой номер там было окно на выход на проход где ходят люди и в комнате больше другого окна не было за комнатой был была ванная и вот это вот так как у меня клаустрофобия я вот это вот замкнутое пространство не переношу мне там как-то было очень неуютно и мы пошли на рецепшен просить чтобы нам поменяли номер пообщались там с людьми что они не все такие номера что есть номера с балконами нормальные такие более-менее мы пошли просить но не тут то было нам сказали номеров нету и вы же не заказывали заранее но откуда я знаю что надо как-то заранее заказывать хотя у меня потом уже был опыт мы заранее заказывали все равно это как-то не не доходит и значит первый день нам пообещали один пообещал ну завтра будут номера завтра мы вам поменяем на завтра мы приходим тот же самый ответ я говорю я не могу находиться в этом номере мне не хватает там воздуху мне не хватает света потому что когда включаешь лампу она такая мрачная темненькая комната открыть штору этого окна которая выходит на проезжую про проходящую эту дорожку люди же ходят что они будут смотреть как я лежу там на кровати вот но нам потом подсказали что мол дайте 40 долларов и вам сейчас же поменяют но мы были к этому не готовы в общем то была не готова моя заловка моя алла она сказала вот еще я не дам 40 долларов за за что и стала там как бы то заигрывать с этими симпатичными молодыми турками ну и один так с ней хи хи ха ха ну завтра мы вам поменяем но она говорит но если не поменяете я вас приду покусаю вот так вот шутки шутками короче через два дня нам поменяли номер нам номер поменяли номер был замечательный с видом правда он был там не вид был на море и но он был такой боковой но был с балконом но чудесный номер и в отеле в этом отдыхать было но сплошное удовольствие вот когда уже у нас номер был нормальный то это было сплошное удовольствие отель нам очень понравится очень я бы конечно в него на следующий год бы еще раз вернулась но как-то побоялась что будет опять та же самая картина вот потому что эти мальчики эти все-таки ожидали что мы вот так вот хи хи ха ха и потом денежки все равно мы дадим после того как они нам поменяют потому что моя одна знакомая потом поехала туда она заплатила ей ей поменяли так следующий отель в был я не летала одна и летала я болонью я искала отель подешевле потому что я была одна никто со мной не полетел не алла не моя валя но мне очень хотелось мне очень хотелось и я решила что я нашла отель на первой линии но не в кемере а в алании и я решила что ай матхут лари по моему называется самый дальний участок алании ехать было очень далеко отель был на первой линии но проход через подземку подземку к морю что мне там не понравилось ну крайне нормальный город все чудесный чистый выход тоже прямо как бы вроде бы к центру прогулочная та улица по набережной но мне больше нравятся пляжи в кемере потому что там все вот эти вот лежачки они стоят близко-близко возле моря вот если вы хотите загорать и чтоб у вас было вот тут же вот два шага и было моря то это кемер но там камни если вы хотите чтоб не было солнышко можно дальше повыше лечь в валанье все лежаки стоят очень далеко от моря там песчаный пляж это конечно удобно но тоже вот было такое вот спуск морю такой вот раз и и вниз и когда потом поднимаешься но это наверное не везде но это вот было именно в этом отеле отель назывался гранд сантана хороший отель мне понравился отель тоже он небольшой такой вот скромненький одной конечно мне было скучно даже не буду больше о нем рассказывать потому что вы ведь хотите в кемер следующий раз на следующий год мы договорились за ловкой что мы опять летим в кемер и я стала опять искать отель нашла отель викинг моно он находился рядом вот golden лотос потом фам резидент потом второй отель четверочка не фав как-то он назывался как же он назывался но не помню короче он вот эти вот фам резидент и этот следующий отель отель четверка они в одной группе вот я хотела туда нос к сожалению из витебска от нас этого отеля нет надо было лететь через минск но зачем мне через минск когда я могу прямо в своем городе сесть и три часа и я отдыхаю там где я хочу и мы выбрали викинг моно замечательный отель но просто нету слов вот его вот без всяких я не знаю на воротов я могу его вам это самое советовать отличные номера выходишь с этого самого с отеля сразу же бассейн единственное что там нету спуска к морю вот и не стоят он был но вероятно его то ли его в море снесло вот этот вот удобный пандус этот одна там палочка осталось я потом на рецепшен говорила девочки ну скажите своему начальнику почему не поставят вот этот вот пандус ведь это же удобно сходить в море подниматься потом очень удобно ну хорошо передадим но на этом на этом все закончилось а вот приятные очень и мальчики и девочки на русскоговорящие на на рецепшен все чудесно замечательный отель прекрасное питание вечером вот это вот оформление столы убирают изнутри ставят их возле бассейна значит уже вечером можно с подсветками со свечами можно посидеть у бассейна поужинать всегда вечером повара там готовили все на на гриле там рыбу разную большую вот такую огромную рыбину там готовили нам запекали потом прямо с нее нарезали овощи в огромном количестве чудеснейший отель чудеснейший отдохнули мы прекрасно все номера нормальные все номера выходят или боковые или на море или в общем там нет таких вот никаких подводных камней чтоб номер был не очень а вот и на следующий уже не в этом году вот когда мы отдыхали а через год мы уже поехали с валей ала уже не полетела мы полетели с алой опять отдыхать нет вру это мы были с алла с заловкой а на следующий год мы поехали с валей и я искала номер какой-то может быть еще подешевле потому что цены растут с каждым годом но увы мы забронировали отель который рядом с но но на викинг такой недорогой отель но потом получилось так что вроде как то там что-то там его нам забронировали потом вдруг вот этот вот уже был ковид и нам его отказали они не открылись и нам предложили но на викинг викинг но на 5 и мы с удовольствием полетели конечно мне хотелось чего-то другого но так как один раз я была с алой второй раз уже полетела с валей ну что я ну я согласилась потому что отель мне понравился я согласилась ладно полетим уже туда где я уже была вале тоже очень отель понравился она была в огромном так в удовольствии говорит он ничуть не хуже чем фам резидент пятерочка а викинг нон это четверочка но он ничуть не хуже не уступает ни питанием ни оформлением я говорю вечером каждый раз выступали там пели парень с девушкой были концерты сами повар и все эти самые обслуживающий персонал выходили несли огромный торт торт сверху такой бисквитный внутри мороженое в общем старались как можно угодить всем своим отдыхающим вот этот отель я вам и советую я говорю что мне все вроде бы понравились и фам резидент и golden lotus но вот этот отель викинг нона да он на первой линии он на первой линии потому что викингов их есть три есть пятерка но она почему-то находится не на первой линии а где-то там ближе ближе где-то к центру а вот и есть викинг троечка он говорят порядочно идти от этого самого но где они эти отели я не знаю а этот вот четверка первая линия первая линия конечно он тоже не очень дешевый сейчас вообще где что дешевое можно взять но вот этот вот отель я вот чистым сердцем могу вам посоветовать то за что я как сказать отвечаю за то что действительно отель замечательный ну вот и все что-то горло переседает совсем вот надеюсь я ответила на ваш вопрос если что-то я не не досказала пишите в комментариях я отвечу вам под видео а